То, что многим кажется слишком странным и слишком профессиональным, то, о чем многие знают, но боятся выучить – это всё ЗИЗИ. Как по мне, одна из самых важных и революционных идей за всё время существования кубика. На основе ЗИЗИ создано и создаётся огромное количество экспериментальных методов. В этом видео я объясню, что такое ориентация ребер и как её делать, но начну с истории методов. Я считаю, история очень важна для понимания идеи ЗИЗИ, однако на экране и в титрах есть момент, с которым начинается само объяснение метода. В 2002 году Сбигминс Боровски и Рон Лабрюхин сделали метод под названием ЗИБИ. Метод заинтересовал многих людей тем, что предлагал сбор последнего слоя за один алгоритм. Вопрос в том, как они этого добились, потому что если мы будем пытаться собирать последний слой за один алгоритм в Сифопе, то мы получим порядка 4000 случаев, они обошлись всего 800. Идея в том, что на этапе сборки последней пары они ориентировали все ребра последнего слоя. Таким образом, вместо 57 алгоритмов нам бы всегда выпадало только 7. В них они и встроили расстановку деталей, получив ЗИБИ и ЛЛ. В 2006 году Сбигминс Боровски уже без Рона сделал свой метод под названием ЗИЗИ. Заключался он в следующем. Вместо того, чтобы ориентировать ребра на этапе последней пары или последнего слоя, когда мы ограничены в движениях, мы ориентируем ребрах, когда еще нет ни одного специально поставленного элемента, даже креста. Идея была красива потому, что помимо гарантированного выхода на угловой ЛЛ, мы имели очень простые и быстрые первые два слоя. Идея ориентации ребер еще до начала сборки кубика открыла огромнейшие возможности для экспериментальных методов, которым теперь не приходится бороться с ориентацией ребер в принципе. Кстати, о многих таких методах я расскажу в следующих видео. Все методы ЗИЗИ начинаются с этапа его ориентации ребра. Ребро называется ориентированным, если его можно поставить на свое место с помощью движений Р, Л, У и Д. То есть не делая никаких Ф или Б, а также не делая перекладок. Рассмотрим кубик. Вот это ребро можно поставить на свое место сделок У2. Вот оно стоит на своем месте. Эти два ребра можно поставить на свое место движением Р2, Эти движением Л2. Зеленые ребро ставятся на место движением У, красные также. Оранжево-белые тоже можно поставить на место, плодвинув и сделав Р2. Некоторые ребра на кубе поставить на свое место возможно, но они будут перевернуты. Эти ребра называются неориентированными. Собрать кубик с такими ребрами не получится. Их требуется перевернуть, то есть сделать ориентированные, и потом уже поставить на свое место. ЕО заключается в том, каким образом правильно ориентировать ребра. Цель этапа ЕО – найти все неориентированные ребра, и их ориентировать. Чтобы сэкономить все время, назовем неориентированные ребра неправильными, а ориентированные правильными. Так как нам придется рассматривать всю головоломку, поймем, что если я говорю про желтый цвет, я подразумеваю белый. Аналогично и для других пар цветов. Так же, если я говорю про F, я подразумеваю и B. Ну и тоже самое для других пар сторон. Так как нам нужно переворачивать, а то есть находить только неправильные ребра, были созданы специальные правила для упрощения этого процесса. Для определения неправильных ребер обычно сначала смотрят на верхнюю и нижнюю стороны. Логично, что если ребро смотрит белым, ну или желтым, не наверх, а вбок, как вот это ребро, оно считается неправильным. По той же причине мы можем назвать и это ребро неправильным. Все ребра, которые смотрят красным или оранжевым наверх, тоже считаются неправильными, так как вызамать их на свое место правильно не получится. Помимо 8 ребер на верхнем и нижнем слое, есть также 4 ребра на слое Е. Правила здесь такие же. Если ребро смотрит красным или оранжевым вперед, оно неправильное. Если ребро смотрит зеленым вперед, а желтым вбок, оно тоже неправильное. Кстати, чтобы ребра было проще запомнить, на неправильные ставят пальцы. Я поставил 4 пальца, значит, что не ориентированы 4 ребра на этих местах. Итак, мы поняли, как определять неправильные ребра, но что делать с этой информацией? Вспомним, что на кубике запрещены движения F и B, но почему? Итак, сейчас куб собран, то есть все ребра ориентированы. Мы сделаем движение F. Все 4 ребра стали неправильными. Сверху и снизу, потому что смотрят красным. Слева и справа, потому что смотрят синим вперед, но белым направо и налево. То есть все 4 ребра спереди были только что правильными, но после движения F стали неправильными. Если мы сделаем F еще раз, они снова станут правильными. Получается, F меняет правильность, то есть ориентацию всех 4 ребер спереди на обратные. Сейчас спереди одно неправильное ребро и три правильных. Если мы сделаем F, то оно неправильное станет правильным, а 3 остальных ранее правильных станут неправильными. Из 3 правильных и 1 неправильных, мы получили 1 правильно и 3 неправильных В случае, когда у нас перевернут 2 ребра, а другие 2 собраны После движения F, правильный сонос неправильного, а неправильный и правильный Из этого можно сделать 2 очень важных вывода Первый, что движение F2 не меняет ориентацию ни одного из ребер То есть изначально как было 4 правильных, так и осталось 4 правильных ребра Второй, что количество неправильных ребер, в целом как и правильных, всегда делится на 2 Так как было 1 неправильных, стало 4, было 1 неправильных, стало 3, было 2 неправильных, осталось 2 неправильных и так далее. Посмотрим на случайно разогранный куб. Сначала посчитаем все неправильные ребра. Первое смотрит красным вверх, второе смотрит красным вверх и на Е слое третий красный вперед и четвертый зеленый вперед белым в бок. Всего 4 неправильных ребра. Мы только что узнали, что 4 ребра очень хорошо превращаются в 0, если все поставить на передний слой и повернуть F. В большинстве случаев это самое эффективное и быстрое решение Два ребра уже на переднем, два ребра ставим на передний слой И получаем все неправильные спереди Красный, 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 а здесь зеленый, белый в бок И, наконец, делаем их Теперь все ребра правильные Итак, с перевернутом четырех ребр все понятно Но как быть, если перевернуты всего лишь два? Одно смотрит зеленым наверх, белым в бок Другое смотрит красным наверх, все остальные собраны Одним движением F это решить не получится Сейчас мы из одного неправильного сделали три А сейчас из двух неправильных сделали два Один из вариантов решения этого случая Сделать F только с одним ребром На переднем слой у нас было одно неправильное Мы получили три неправильных Желто-зеленое стало правильным И мы автоматически пришли в случай Когда у нас четыре неправильных ребра Три только что появившиеся И одно, которое мы не затрагивали движением F Мы добавляем его на передний слой Теперь у нас четыре неправильных и делаем F Итак, мы ориентировали два ребра Сначала сделав из двух четыре А потом собрав все четыре одновременно Схожие подходы помогут нам решить случаи, где нам попадает не четыре и не два ребра А шесть, восемь, десять, двенадцать На этом кубе перевернуто шесть ребер Четыре на верхнем слое и два спереди Шесть ребер возможно ориентировать множеством разных способов Допустим, сначала можно перевернуть четыре ребра А потом оставшиеся два сверху Хотя конкретно в этом случае мне кажется гораздо эффективнее рассмотреть их как три плюс три Если мы сейчас, ничего не меняя, сделаем движение F То мы получим три правильных ребра и одно неправильное снизу Прибавим к новому одному три ребра, которые мы не касались, оставшиеся сверху И получим четыре ребра на кубе Ставим все на передний слой Получаем все четыре неправильных спереди И движение MF все четыре ориентиры Разных подходов к ориентации ребер огромное количество И перечитать их все в видео бессмысленно В описании я оставлю ссылку на сайт, на котором можно найти множество простых и эффективных примеров сборки его Однако стоит запомнить, что не бывает единственного верного случая Всегда можно что-то сократить, ускорить или сделать немного по-другому, чтобы было удобнее и быстрее Рассмотрим случайно разобранный куб Здесь мы видим четыре неправильных ребра Оранжево-зеленое сверху, потому что смотрят оранжевым Красно-зеленое сзади, потому что смотрят красным Зеленое-белое и синий-желтый, потому что смотрят белым в бок Поставим все четыре ребра на передний слой, чтобы ориентировать Повернем передний слой, теперь все ребра ориентированы И вопрос в том, что нам делать дальше Дальше у нас идет полная или частичная сборка первых двух слоев Дело в том, что в сифоп, как известно, мы начинаем сборку первых двух слоев с креста В зизи креста нет Во-первых, потому что мы и так просчитаны на слишком много деталей и движений А в кресте целых четыре лишних ребра Во-вторых, потому что все ребра на кубике уже ориентированы Это не просто сокращает количество случаев автоэл, но и ориентирует крестовые ребра Блоки справа или слева, а в них входят два крестовых ребра, собираются через R или L Однако, каким образом удобно загнать передний и задний реб? Вроде бы, возможно, это сделать через F2 или B2, но это очень неудобное движение Вместо F2 можно сделать Rv, U2, Rv', в некоторых случаях это удобнее Оно сохраняет пару слева, и что самое главное, оно не рушит ориентацию ребер Но и так, и так получается не очень эффективно и быстро Это как засовывать по одному ребру креста за раз Поэтому придумали красивую идею Словить зеленое и синее ребро во время ориентации ребер Допустим, в этом случае F делается не в любую сторону бездумно, а так, что мы собрали линию Это значит, что дальше весь второй слой можно собрать только с помощью движения R, U, L Без каких-либо движений F Ориентация ребер и засовывание переднего с задним называется EOLive Рассмотрим случайно разобранный куб, скрамбл оставлю в описании Сверху мы видим зеленое, которое смотрит белым вправо, и красные ребра Снизу два красных, и на E слое ничего нет Всего это 4 ребра Чтобы их ориентировать, поставим все на передний слой Допустим, можно поставить два ребра сверху и снизу Два останутся сверху справа и снизу слева И их несложно поставить вперед Делаем F, все ребра ориентированы И все бы хорошо, но есть проблема Синие на месте, но чтобы установить зеленые, потребуется три движения, включая D Да, это не самый худший случай Но сейчас на EOLive мы потратили 8 ходов Посмотрим на тот же самый скрамбл, но решим его по-другому Все те же 4 ребра поставим на передний слой, но в другом порядке Как и в прошлый раз, синее оказалось сзади на своем месте Однако зеленое ребро, которое в предыдущий раз было сверху, оказалось справа Движением F мы ориентируем все ребра и ставим зеленое на место Таким образом, мы собрали целую линию всего за 5 ходов EOLive он как крест, его выучить нельзя, там нет формулы Умение хорошо делать EOLive приходит с опытом По ссылке в описании можно найти хорошую текстовую обучалку с большим количеством примеров EOLive Поначалу я бы советовал просто смотреть, куда пойдут зеленые и синие ребра Вероятно, это позволит где-то сделать немного другое движение, что ускорит или полностью решит линию Теперь хочу рассказать о паре трюков, которые могут ускорить сборку Вспомню, что движения U, R, D и L разрешены И нам не важно, в какой последовательности мы будем их крутить Нам на самом деле не важно, что желтый это именно сверху, а оранжевый это именно справа Единственное, что нам важно, то что зеленый и синий находятся спереди или сзади Перехват X2 разрешен, ни зеленый, ни синий мы крутить не будем Y2 тоже, опять же зеленый и синий у нас запрещены R, L, U, D все еще разрешены, да, с другими цветами, но крутить их можно Как только мы просчитали ориентацию ребер для зеленого спереди Мы автоматически просчитали ее для синего спереди, она такая же И мы можем крутить кубик как угодно, главное, чтобы зеленый или синий были на F и B Кстати, это же значит, что перехват Z не рушит ориентацию ребер Это довольно-таки необычный перехват, но мультиколорщиком он позволяет Собирать линию не только для белого цвета, но еще и там для красного, оранжевого, желтого Еще мне кажется важным экспериментировать с алгоритмами Ну то есть поделать какие-то движения, которые, допустим, удобно выполняются Посмотреть, что они делают с ориентацией ребер К примеру, если спереди сверху и спереди справа есть два неправильных ребра Можно сделать вставку молодым и они ориентируются Это быстро и удобно и в некоторых случаях пригождаются в сборке Повторим еще раз E-Online, скрам в описании Здесь 6 неправильных ребер Два сверху, это смотрит красным вверх, это смотрит синим, но белым вверх Два снизу, оба смотрят красным вверх И два на E-слой сзади Одно смотрит зеленым, но белым вверх, другое смотрит красным Мы знаем, что сзади находятся 3 неправильных ребра Вот они, 1, 2 и 3 Воспользуемся этим и сделаем движение B-штрих Это движение превращает 3 неправильных в одно Всего остается 4, одно здесь и 3 мы не трогали Вот они, все 4 Из линии у нас все еще ничего не собрано, зато есть одно ориентированное ребро Вот оно Сделаем U2 Для чего мы сделали U2? Во-первых, мы поставили зеленое ребро на зеленый центр Мало теперь очень близко к линии Во-вторых, теперь сзади уже целых 2 неправильных ребра Мы можем собрать остальные 2 сзади и перевернуть их там D-штрих, L-штрих, все 4 сзади Теперь мы можем поставить синий на линию и засунуть зеленый, который мы подготовили давно Я думаю, это все, что я могу сказать ULINE Однако, если было кей-либо вопросы, пишите, я всегда готов отвечать Подписывайтесь на паблик NPC Production ВК И удачи сборок!